Здравствуйте! В этом ролике мы разберем станцию аккредитации, сбор жалоб и анамнеза на первичном приеме. Как вы уже знаете, медики в конце обучения сдают процедуру первичной аккредитации для специалитета и ординаторов. Одной из частей процедур является оценка практических навыков. С этого года в число проверяемых навыков вошли коммуникативные навыки, то есть умение общаться с пациентами. Данная станция основана на Калгари-Кембриджской модели коммуникации. В этой модели уделяется большое внимание личности пациента, как он относится к изменениям в своем организме, с чем связывает возникновение заболевания, как будет относиться к разным методикам лечения. Таким образом, доктор и пациент вместе могут решать, какую тактику лечения выбрать, и таким образом на пациента ложится часть ответственности за свое состояние и за свое лечение. Ведь когда в следующий раз он придет к доктору, доктор сможет спросить у него, что же пошло не так, почему вы не пользовались моими указаниями. И тогда пациенту придется не просто свалить на доктора, а как-то обосновывать свое участие в этом процессе. Конечно, это немного утрированный рассказ, но это один из способов обосновать, зачем это нужно каждому доктору. Так или иначе, Калгари-Кембриджская модель – это то, к чему мы придем, и поэтому стандарт внедряется в обучение. В некоторых университетах уже проходят курсы на эту тему. И, соответственно, появляется станция, которая должна показать, насколько владел выпускник базовыми навыками согласно вот этому вот алгоритму общения. В данном видео мы не будем разбирать всю модель, однако, если слишком много желающих возникнет, именно поговорить подробно о психологической части, мы сделаем более подробный обзор Калгари-Кембриджской модели коммуникации. Здесь и сейчас мы расскажем о ключевых моментах именно самой станции, о тех пунктах, на которых стоит обратить внимание выпускникам, которые будут процедуру сдавать. Для тех, кто не сдает аккредитацию, видео тоже может быть полезно. Сможете понять, к чему идет медицина, коммуникативная ее часть, к чему идет медицинское образование. Возможно, поделитесь опытом насчет того, как далеко или как близко к этой модели общения вы подошли на своем рабочем месте. Итак, станция принимается в отдельной комнате, где имитируется обычное рабочее место доктора любой специальности. Там находится стол рабочий для доктора и несколько стульев для доктора, пациента и еще один свободный, на который можно разместить вещи пациента, если доктор ему об этом расскажет. Ситуация, пациент первичный, только что к данному доктору обратился, ничего никто друг про друга не знает. И у пациента есть довольно расплывчатые жалобы, которые нужно детализировать, правильно с ним общаясь. И таким образом узнать его историю и сформулировать некоторые гипотезы. Гипотезы оформляются в специальном листе. Можно делать несколько вариантов диагноза от наиболее вероятного к наименее вероятному. При этом указав, какие симптомы, по мнению доктора, на данные заболевания указывают. При этом станция моделирует только часть первичного врачебного приема, то есть до осмотра. Таким образом, мы вначале общаемся с пациентом и потом говорим, что вопросов у меня сейчас нет, давайте мы перейдем к осмотру. И таким образом станция обрывается на самом интересном месте. То есть кроме разговора и кроме общения у доктора нет никаких инструментов, как выяснить, что с пациентом случилось. Пациенты на данной станции это актеры, которые проходят специальное обучение. У них есть заранее заготовленный сценарий, в котором прописаны ключевые моменты, их и медицинские, и социальные. То есть что это за человек, какая у него профессия, какие у него черты характера. Как правило, в целях аккредитации эти люди очень похожи по характеру, они достаточно пассивные, так как они не должны быть инициаторами общения. То есть пациент обращается адекватно, он настроен на получение помощи, готов с доктором взаимодействовать, но он будет ждать вопросов и команд от доктора. Самый простой пример, то с чего начинается, это положение пациента. Когда начинается станция, доктор может разместиться сразу за столом, а пациент будет стоять со своими вещами на уровне груди или просто держа свою сумку в руках. При этом доктор должен скомандовать пациенту, где разместиться, где положить свои вещи, так чтобы он занял такое наиболее комфортное положение и был предрасположен к нормальному контакту, к нормальному общению. При этом начинается такая часть, которая пытается подловить доктора. Всем известно, что есть такой директивный подход у наших докторов и наши преподаватели нам его прививают, то есть когда пациенту именно дается команда. В данной модели мы опять же отдаем приоритет решению нашим пациентам, так как именно они должны нести ответственность за свое состояние. Поэтому правильным в данной станции будет говорить, можете присесть здесь, можете разместить вещи там-то, можете разместиться так-то, наиболее удобно. То есть не императивные, не прямые команды, а вот предложения для пациента. Таким образом, если пациент захочет сидеть с вещами вот так на коленках, то он может это сделать, то есть он может сделать так, как ему комфортно, но он знает, что доктор о его комфорте заботится и предлагает ему разные варианты. Станция продолжается 8,5 минут, оценивают ее эксперт и актер. Например, оценочные листы выглядят примерно так, на двух сторонах листа А4, и в них отражены и правильные, и неправильные действия, которые производятся аккредитуемо. Разберем некоторые ключевые моменты. Первым термином, который для многих окажется новым на этой станции, это понятие «открытый вопрос». Открытый вопрос означает, что вначале мы даем пациенту шанс высказаться, не направляя его размышления. То есть начинаем с самого общего. Что вас привело, что с вами случилось. Давай пациенту шанс дать вводную насчет своей истории. Далее вопросы могут переходить от открытых к закрытым. То есть по мере возникновения новых подробностей нам захочется узнать чуть больше, то есть детализировать жалобы. Тогда мы можем спрашивать уже более подробно, с чем вы связываете то, почему произошло, то, когда произошло. Наконец, самым последним типом вопросов будут являться скрининговые вопросы. То есть группы вопросов, которые мы задаем, чтобы исключить некоторые сопутствующие моменты, на которые пациент не обратил внимания. Скрининговые вопросы – это как раз те, на которые можно ответить «да» или «нет». То есть болит ли голова, бывает ли тошнота, приносит ли рвота облегчение и так далее, исходя из того, что за ситуация у пациента. То есть начинаем с открытых вопросов, постепенно переходя к закрытым. Далее, есть понятие «учет мнения пациента». То есть когда пациент рассказывает ту или иную часть своей истории, мы можем спросить, с чем вы связываете появление данных симптомов. Это означает, что пациент сразу расскажет нам его мировоззрение, его мнение насчет данной ситуации. На самом деле это важно и нужно не только для станции, но и для жизни, так как пациентам это воспринимается как заинтересованность. Поэтому даже если информация неверная, в общем, это позволит пациенту более раскрепоститься, чуть больше рассказать доктору. Ведь согласно исследованиям, которые легли в основу данной модели общения с пациентами, далеко не все больные на самом деле раскрываются перед врачом, часто не доверяя и таким образом утаивая информацию, которая может повлиять на ход лечения. Следующим аспектом является то, как мы реагируем на информацию, которую пациент нам дает. Важным моментом является активное слушание. Это перечень навыков, которые объединяют в себя легкие кивания, жесты, мимика, то есть побуждение пациента продолжить свой рассказ. То, что часто называется плохим словом поддакивание, на самом деле имеет важное значение, так как человек понимает, что его слушают и стремится рассказать больше. Для нас это способ структурировать информацию и подготовиться к реакции на нее. Одним из способов реакции на слова пациента является обобщение. Это краткое перечисление того, что пациент нам сказал с вычленением самого важного. И таким образом мы даем пациенту понять, что мы все слушали, что мы анализировали информацию и мы опять же сверяемся с его мнением. То есть из большого такого подробного рассказа мы вычленяем. То есть у вас есть то-то, то-то и то-то, не правда ли, не так ли. И еще раз уточняем, правильно ли мы поняли, что нам пациент сказал. Ведь не всегда то, что нам сказали и то, что мы услышали, это одна и та же информация. Далее следует не совсем логичный, но волшебный для этой станции момент, когда мы спрашиваем пациента, что еще. Авторы модели считают, что спрашивая, что еще вас беспокоит, что еще вы хотите сказать. Мы побуждаем людей рассказывать больше и больше. Мы не всегда с этим согласны, не ко всем людям это подходит, но тем не менее для актеров, которые на станции работают, это будет таким триггером, так как их сценарий расписан на блоки. И после каждого нашего блока реакции на их слова, если мы хорошо, правильно отреагировали, у всего пациента вы спросили правильно, он дает нам следующую порцию. Таким образом мы можем спрашивать, что еще столько раз, сколько получится, так как рано или поздно пациент скажет нам, все, больше ничего нет. То есть все блоки информации, которые у него были, он выдал, и дальше выжимать из него информацию смысла нет, и можно переходить к скрининговым вопросам. В оценочном листе данной станции также отражены основные ошибки, которые допускаются докторами и в жизни, и, соответственно, студентами при обучении, при экзаменовке. Например, частой ошибкой является предложение своих вариантов ответа на вопрос, когда доктор интонацией или самим словом как будто подсказывает пациенту. То есть, имея свою гипотезу, мы часто пытаемся натолкнуть пациента на верные, на нужные нам ответы, не всегда сознательно. Например, когда у вас бывают боли ночью? В этом случае пациент начинает задумываться о том, чтобы ответить правильно по версии его и по версии доктора, и не всегда сообщает нужную информацию. Следующим моментом являются серии вопросов. Когда доктор сразу задает много-много вопросов скрининговых, например, у вас были травмы, операции, кровь переливали. В этом случае пациент часто может пропустить часть вопросов и ответить только на те, которые он услышал, на те, которые посчитал важным. Поэтому необходимо немножко проявлять терпение и каждый вопрос задавать отдельно, дожидаясь ответа на него перед тем, как говорить на новую тему. Также очевидным, но не менее важным аспектом является перебивание. Авторы Калгари Кэппельской модели считают, что пациенты не могут говорить долго и через некоторое время, по их расчетам от около двух минут, замолкают. Не будем говорить, насколько это применимо в практике, однако на станции пациенты будут делать именно так. Поэтому не стоит перебивать человека, нужно дождаться, пока он закончит свой кусок текста и потом уже общаться с ним. Следующий раздел, который необходимо осветить, это так называемое выстраивание отношений. В него входят такие неочевидные, не касающиеся основной темы, моменты, но то, что позволяет наладить продуктивный контакт между пациентом и врачом и улучшить уровень доверия между ними. В это понятие на станции входят зрительный контакт, поза и так называемая эмпатия. Разберемся по порядку. В зрительный контакт здесь все очевидно. На станции необходимо, чтобы как минимум 50% времени доктор смотрел в глаза пациенту. Касательно позы, приятная для пациента поза, которая демонстрирует заинтересованность. То есть, доктор не должен облокотиться на спинку стула, не должен быть таким расслабленным, смотреть по сторонам, поддерживать голову. Необходимо сидеть сдержанно, держаться больше к краю стула, наклониться чуть-чуть в сторону пациента. Таким образом, мы как будто демонстрируем, что нам абсолютно всеми фибрами души интересно, о чем говорит пациент. Дай бог, чтобы это было так на самом деле. Еще один момент, который характеризует эмпатию, то есть сострадание к пациенту, это выдерживание пауз. Необходимо дать пациенту закончить фразу, то есть немножко кивнуть, подбодрить его, побудить его закончить рассказ и потом переходить дальше. Далее важный термин на данной станции это фасилитация. Это как раз то самое поддакивание, кивки, жесты иллюстраторы, которые позволяют пациенту продолжить свой рассказ. Необходимо не сидеть просто так, сложа руки, а всем видом, опять же, давать пациенту понять, что вы с ним. И рано или поздно это приводит к результату коммуникации. То есть, когда вы закончите общаться с вашим пациентом на станции, через 8,5 минут, у вас должен быть выстроен контакт, вы должны знать, что перед вами за человек. Вы должны понимать примерно, на что стоит обратить внимание при осмотре, который гипотетически идет после станции. И у вас должна быть оформлена одна или несколько диагностических гипотез. То есть, на основании данного рассказа вы заполняете специальную форму, в которую напишите диагнозы, на основании чего они были поставлены. И этот лист позже сдается для оценки. Однако, ключевым моментом на этой станции является именно общение, а не сам медицинский аспект. Поэтому принципиально важно хорошо разговаривать с человеком, хорошо выстроить контакты и отношения, произвести приятное впечатление и на эксперта, и на актера, с которым вам нужно быть в паре. Вот и все ключевые аспекты, на которые стоит обратить внимание при подготовке к данной станции на процедуре аккредитации. Повторюсь, если вам интересна данная тема, то мы чуть более подробно поговорим и приведем примеры правильного взаимодействия с пациентами на основе Калгари-Кембриджской модели. А пока желаем удачи всем, кто проходит аккредитацию. Поздравляем тех, кто ее уже прошел. До новых встреч. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и рассказывайте об этих видео своим друзьям. Субтитры сделал DimaTorzok